За пределами Японии Бущидо, возможно, и является новым видом спорта. Но его лучшие представители уже успели себя ярко зарекомендовать. Эти бойцы мощнее и крепче, круче и лучше. И они также демонстрируют отличную тактическую осведомленность, особенно когда выступают в парных соревнованиях. И у нас есть еще один шанс снова увидеть несколько напряженных парных боев. Ну что же, мы вновь в токийском Каракуэн-Холле. И нас ожидают поединок между командами. Команда Анджо и Миято против команды Накано и Ямазаки. Юка Миято. Йоджи Анджо. Вот они, бойцы первой команды. Юка Миято, это красный угол. Канагава, место рождения, ему 30 лет, рост 1,77 метра, вес 91 килограмм. Его напарник Йоджи Анджо из Сайтамы, ему 26, а рост 1,83 метра, весит он 95 килограмм. Ну и в противоположном углу Тацуо Накано и Казуо Ямазаки. Тацуо Накано. Он из Ибараки, ему 28 лет, рост 1,75 метра, вес 98 килограммов. Казуо Ямазаки родился в Токио, ему 31, рост 1,90 метра и вес 104 килограмма. Кстати, парный бой, значит, продолжительность такого поединка составляет 45 минут. Однако, каждая пара начинает с 21 балла, а не с 15, как это бывает в одиночных поединках. Вот Накано показывает Ямазаки, я, говорит, начну этот поединок, тем более Юко Миято против меня. Я у него выиграл неоднократно, поэтому не надо волноваться. Я в полном порядке, говорит Накано. Видишь, у меня по-прежнему гром и молнии, могу метать молнии на штанах. И весь я такой гонщик серебряной мечты. Желтые наколенники, пафосу нагнал, навалом просто-напросто. Напомню также, что Накано имеет в Японии прозвище Элвис. Оказывается, вот так вот представляют себе Элвиса Пресли японские рестлеры и японская публика. Юко Миято более спокойный, более резкий, это очевидно. Можно сравнить комплекции того и другого бойца. Но Накано из-за такой вот мощной жировой прослойки может спокойно пережить недостаток еды в собственном холодильнике, любой мировой финансовый кризис и отсутствие продуктов на полках магазинов. Пока разведка боем, пока силы у того и у другого навалом. И поэтому, если им можно чего-то ожидать во время вот этого первого выхода бойцов на ринг, так это прежде всего, конечно же, ударов ногами. И, может быть, пару-тройку бросков мы все-таки сможем увидеть. Дальше будет, как говорится, больше. Но это все будет дальше. Сейчас не будем опережать события. Так, Накано, что он сейчас будет делать? По идее, он может бросить назад, но, видите, очень низко наклонился к земле Юко Миято для того, чтобы именно предотвратить бросок через себя. И сейчас некий намек на болевой прием. Так, смотрим, кто где. Миято захватил ногу Накано, это ясно. Накано захватил голову Миято, это тоже понятно. Все поменялось. Теперь уже сверху Юко Миято. Но никаких проблем. Ну и Накано получил по пятой точке. Хорошо. Теперь он получил в ухо от Юко Миято. В принципе, можно было бы уже и передать право проведения боя. Юджи Анжо стоит, ждет. Брэ, говорит судья, разойдитесь. Господи, можно распакуйтесь. Так, Миято передал. Юджи Анжо вышел на ринг. И Анжо сразу же атаковал Накано. Эх, не получился у него бросок. Хотя, могло бы быть опасно. Ну что, атакует Наканьо Джи Анжо, это понятно. У него побольше сил. Еще раз проверил пятую точку. Вы посмотрите. Почему-то раньше в Бущидо бойцы били Накано по физиономии. Таким образом вызывая кровотечение. Износа. А сейчас, смотрите, уже дважды проверили пятую точку Накано. Оба бойца, Юко Миято и ее Джи Анжо. Очевидно, знают что-то такое, чего не знаем мы с вами, друзья. Веселый поединок нас ожидает с вами, согласитесь. По крайней мере, начало обнадеживает. Юко Миято непримиримый борец. Один из самых низких, кстати говоря. Бущидо, и этим самым он хочет реабилитироваться как-то за такой вот рост. Практически тысячи два портфеля. Мы видим сейчас повторение сценария знаменитого кинофильма из нашего детства. Юджи Анжо, а смотрите Накано, здоровый кабан. По-прежнему, вот только-только он вышел на ринг, а уже дважды успели побывать там и Юджи Анжо, и Юко Миято. И вот теперь козлой Ямазаки против Йоджи Анжо. Вот это противостояние, мне кажется, немножечко поинтереснее должно быть, поскольку у Ямазаки, конечно же, быстрее, нежели Накано. И у Ямазаки великолепная техника ног. Очень здорово он может работать ногами, проверить и позвоночник, и почки он у своего соперника. Делает он это, так я не знаю, и эффектно, и эффективно, и достаточно резко. Бросать, бросать! Нет, Юко Миято смотрит на своего коллегу из-за пределов ринга и, конечно же, думает, черт возьми, но не проходит ничего. Это все-таки козлой Ямазаки. Вот Ямазаки, смотрите, оттаскивает Йоджи Анжо от канатов. Оттаскивает центр ринга для того, чтобы взять на болевой и для того, чтобы минимизировать Йоджи Анжо возможности дотронуться и до канатов и остановить этот поединок. Но ноги Йоджи Анжо и не такие испытания проходили. Больно, конечно, черт возьми, больно как, вы посмотрите ему. Ну что, пора переходить в код? Нет! Нет! Думал я, что Йоджи перейдет в контратаку, вместо этого дотронулся он до канатов. Правильно сделал, наверное. Больно? Ну а кто обещал, что будет легко? Ну, этого и не говорил. Все учел Ямазаки. За исключением того, что канаты располагаются по всему периметру ринга. Миято, Миято хорошо атаковал, перехватил ногу Миято на кану и теперь уже на кану будет пытаться провести болевой прием. Что-то подсказал ему, похоже, Ямазаки. Судья спрашивает, сдаешься? Нет, это не те бойцы, чтобы сдаваться. Ну как здорово, посмотрите, Миято развернулся к канатам и уже все, начинай по новой. Так, Ямазаки и Йоджи Анжо на ринге. В атаке сейчас, судя по всему, и тот, и другой, и Анжо, и Ямазаки. Но все-таки Анжо был удачливее и заставил, указываю, Ямазаки дотронуться до ринга. Взял на болевой прием руку Ямазаки Йоджи Анжо. И мне кажется, что это, конечно же, не тот болевой, который может принести победу. Мало того, видите, Ямазаки сразу же в контратаке, он пытается взять ногу Анжо. Ему это удается и заставляет он Йоджи Анжо взять канаты свои спасительные. На ринг выходит Тацо Накано. И Накано, отдохнувший, сразу же рвется вперед. Хочет перехватить инициативу Юкамиято и заменить ее Джо Анжо на ринге. Анжо в порядке, смотрите. Ну что, будет пытаться бросить, очевидно. Но канаты. Сейчас, смотрите, Накано сейчас может пройтись по шее локтем. И вовремя, в последний момент, вспомнил Накано, что удары локтем-то запрещены. К сожалению, для него это естественно. Ну что, Миято. Побыстрее. Вон он, резкие атаки у Юки Миято. По ушам, по ушам. Правильно. Ну что, дальше будет. Так, ну, судя по всему, кровь-то у Накано уже пошла по полной программе износа. Но это не тот человек, который будет остановить бой и просить остановить крыло течения. Он все равно будет драться и биться до последнего. Единственное, что может быть, это выскочить, могут выскочить ребята из дублирующего состава, скажем так, молодежь федерации. Так, по-моему, Ямазаки показывает, что был нанесен удар локтем, что запрещено. Ну что, Миято. Миято сейчас защищается. Получает один раз коленом. И уже выходит Козуо Ямазаки. Причем очень грамотно замена произведена. И Ямазаки, видите, перекрывает пути. Ох ты! К отступлению Ямазаки. Для Юки Миято. И Ямазаки очень здорово попадает ногой. Легкий нокдаун, как мне кажется, у Юки Миято. Вот посмотрите. Миято думает, как добраться до Йоджи Анджо. А вместо этого получает дважды по голове. Вы посмотрите. Уже Анджо и Накана не заметили. Мы замену. Но, очевидно, тактика команды Ямазаки и Накана такова, что Накана борется с Йоджи Анджо. А уже, когда сменится Анджо с Юки Миято, когда Юка Миято окажется на ринге, тогда и выходит Козуо Ямазаки. И, соответственно, начинает молотить по Юке ногами. По-моему, сейчас Анджо показывает, что был удар локтем. Накана показывает. Нет, фигня. Это был удар предплечьем. Локтем нельзя. Я вью предплечьем. Точно так же, как сейчас делает Йоджи Анджо. Примерно. Хотя обычно вот в уличных драках в нашей стране это расценивается именно как удар локтем. Тем более изысканные все-таки. Японцы, видите, они по-разному воспринимают. Так, что там Козуо Ямазаки уже начал указывать пальцем. Ругался он с Йоджи Анджо. Так, Накану есть. Штаны Йоджи Анджо тоже есть. А это значит, что Йоджи Анджо, очевидно, тоже на ринге. Да, вот его голова. Анджо пытается блокировать атаки Накану. А Накану таким образом, утирая капельки пота, берет на болевую ногу Анджо. И Анджо останавливает поединок. 19-13 выигрывает пара Ямазаки Накану. Довольно-таки, с одной стороны, приличное преимущество, а с другой стороны, мы помним, из истории Бущидо, ни к чему это не приводит и никакого очень сильного преимущества не дает. Так, в атаке сейчас Анджо. Он перехватил здоровую ногу Ямазаки, но здесь сразу же, сразу же вот этот вот замок, который очень и очень тяжело разорвать. Так, вот интересно, за этим повтором, мне кажется, режиссеры забыли о том, что бой-то продолжается у нас. Так, на ринге по-прежнему Анджо Ямазаки. А смотрите, как Анджо здорово, он, по-моему, находит противостояние. И какое-то противодействие против Козуо Ямазаки. Раз Ямазаки быстр, то можно просто-напросто от него уклоняться и, выбрасывая за ринг, доводить удары ногами. Вышел Юко Миято, он отдохнул. Юко Миято против Козуо Ямазаки. Был бы это одиночный поединок, конечно, Миято пришлось бы нелегко, но он все-таки отдохнул. Тем более, что Ямазаки сейчас пережил немало неприятных мгновений в поединке с Юджио. Ой как! Вы посмотрите, Ямазаки, Миято что делает. И Ямазаки, мне кажется, сейчас будет в нокдаун. Да, совершенно верно. Нет, ну Козуо Ямазаки, потому что он встанет, нет никаких сомнений. Ну вот так это было. Ой, вы посмотрите, еще раз Миято. Наращивает, наращивает он преимущество. Ну что сейчас, удары ногой? Ногой, точно. И Ямазаки даже не может перехватить ногу. Открывать надо счет, конечно же. И уже 12-13. Ведь совсем недавно был 19-13 в пользу Ямазаки и Накана. А у нас уже второй нокдаун за несколько секунд. Девять, десять. Ну что, Анжо, а почему же Ямазаки не передает эстафету на Каню? Почему? Да, но мне кажется, это окончание поединка. Вы посмотрите, что происходит. Встанет Ямазаки или нет? Ну пора передавать эстафету. Ну что же такое за издевательство-то? Анжо в полном порядке. Вы посмотрите, что он делает. Сейчас еще бросить не хватало, и чтобы все закончили. Удар коленом в живот. А вот сейчас Ямазаки может банально не встать. Девять. Десять. Все, бой закончен. Йоджи Анжо и Ю...